Итак, привет всем любителям бокса, это Дмитрий Моисеев. Не часто я в последнее время выступаю перед вами с какими-то такими аналитическими видео, где я хочу с вами пообщаться, обсудить какую-либо тему. Ну, прежде всего, естественно, уже классически для меня не хватает времени. Плюс я понимаю, что, ну, наверное, основной популярностью у меня на канале пользуются видео с биографиями, с топами, соответственно, ну и не напрягая вас особо. Собой, скажем так, но интересует меня все-таки, и не то, что интересует, волнуют действительно те или иные моменты и вещи в мире бокса. И на данный момент та тема, которую я хочу с вами обсудить, это реванш между Ковалевым и Уордом. Уже, ну, два с половиной месяца практически прошло с момента первого боя, и, несмотря на то, что первый поединок был ожидаем, он, я думаю, вы согласитесь со мной, ну, не превзошел, конечно, но удовлетворил большинство ожиданий зрителей, потому что это был действительно напряженный, конкурентный, хороший бой. В контракте был прописан реванш, и об этом было общеизвестно. То есть, казалось бы, какие могут быть вопросы? Хороший первый бой, хорошие гонорары для боксеров, прописан реванш. Соответственно, ну, на данный момент, два с половиной месяца спустя уже должна быть какая-то видимость относительно реванша, но все достаточно сильно запутано. Мы с вами уже слышали немало заявлений боксеров, а конкретики никакой нет. Вот давайте с вами оценим основные заявления, которые прозвучали от боксеров, от промоутеров за прошедшие месяцы, и поговорим с вами, почему же, скорее всего, в настоящий момент пока нет никакой конкретики относительно реванша, и, ну, с какой долей вероятности мы все-таки с вами увидим или не увидим реванш. Значит, напомню, что я отдавал предпочтение Уорду перед первым поединком. Тем не менее, в отдельном материале, я повторяться не буду, есть подробный анализ, кто, на мой взгляд, победил, почему. Действительно, можно сказать, что результат неоднозначный, и какой-либо, ну, четкой определенной позиции у поклонников бокса здесь быть не может. Кто-то считает победителем Ковалева, кто-то Уорда, кто-то голосует за ничью, но боксер играет в свою игру. И Уорд начал, ну, я много раз отмечал, что Уорд, на мой взгляд, является отличным примером боксера, который умеет делать правильные заявления и правильно расставлять акценты. Вот и после своей неоднозначной победы он сделал вот это вот заявление. Андре, скажи что-нибудь российским фанатам бокса. Думаешь, они захотят меня слушать? Россия, у вас великий чемпион в лице Сергея Ковалева. Сегодня был прекрасный бой. Я уверен, что вы считаете, что я проиграл, но если кто-то меня поддерживал... Спасибо. Я рад, что люди смогли посмотреть отличный бой. И на мой взгляд, те формулировки, которые он использовал, очень хороши. Он действительно умеет говорить. Тем не менее, когда потом говорили о реванше, Уорд говорил, что да, безусловно, реванш пойдет и ему на пользу, и Ковалев, и его сторона. Конечно же, сразу говорили о реванше. Но когда прошло некоторое время, то есть уже примерно месяц, основные комментарии звучали примерно так, что да, переговоры будут вестись, но немного попозже, после праздников и так далее. То есть кидаться и вести переговоры никто не стремился. И основная причина, наверное, в том, что к этому бою канал HBO подводил боксеров очень постепенно. То есть у Орда перевели в полутяжелый вес. Он провел несколько поединков. В конечном плане он так и планировал. Ну и хотели, чтобы он встретился с Ковалевым. То есть бой планомерно раскручивали. И тем не менее, бам, всего лишь около 160 тысяч просмотров в Pay Per View. То есть, ну, давайте будем откровенны. Это очень и очень мало. Почему я, как, ну, такой ценитель действительно бокса, хватаюсь за голову и говорю, что, господи, конечно, нужно понимать, что касается этого станова американцев, потому что они платят вот по этой системе. Такие же они идиоты. Но дело не в этом. Просто поклонники бокса, они так и остаются поклонниками бокса. А вот Pay Per View показы, на мой взгляд, привлекает огромное количество людей, которые просто хотят приятно провести вечер с бутылочкой пива, с друзьями, посмотреть какое-то крупное спортивное событие. Они там, мягко говоря, далеко не все поклонники именно бокса. То есть, они просто видят крупные Pay Per View события, это их привлекает. Они платят там 40-60 баксов, смотрят, проводят время с друзьями, пьют пиво, едят пиццу. И, конечно же, не являясь специалистами и ценителями именно боксерского мастерства, им нужно шоу. Шоу, которое дает Пакьяо, который дает Альварес, который дает Головкин. Ковалев такое шоу дает, но как ни крути, он все-таки русский, он хоть и достаточно популярен в США, но не настолько, чтобы прям гарантировать большие Pay Per View цифры. А Орд, Орд это вообще не тот человек, который, по крайней мере, в ближайшее время будет блистать на Pay Per View в силу своего стиля. Да, Флойд Майвезер с примерно таким же стилем, ну, давайте так скажем, пришел к рекордам на Pay Per View, но он пришел к этому благодаря своему образу непобедимого, дерзкого, богатого и знаменитого. А Орд, скромняга, сихоня, да еще и с таким вот стилем невзрачным. Вот и получается, что данный бой первый не привлек большого количества вот именно таких вот любителей провести вечер под пивко. Поэтому мало просмотров, мало прибыли, а гонорары-то у боксеров были достаточно большие. 5 миллионов гарантии у Орда, 2 у Ковалева и, естественно, кто-то понес убытки. Поэтому, казалось бы, реванш с юридической точки зрения должен быть, реванш ожидаем поклонниками бокса. Но, учитывая современный мир бокса, вот эту конъюнктуру бокса с точки зрения бизнеса, реванш достаточно сложно организуем. Потому что, да, потенциально второй бой привлечет больше внимания. Но, опять же, и гонорары боксеров, ну как минимум, не должны быть меньше, чем в первом поединке. А здесь уже, с точки зрения бизнеса, у многих, я думаю, возник вопрос. А стоит ли так вкладываться в этот бой и стоит ли он того? Боксеры, по-своему, начали тоже нервничать. Особенно Сергей Ковалев. Андреа Уорд просто начал вот эти вот... Ну, сначала многие удивились. А не завершить ли мне карьеру? Мы подумаем насчет реванша. Поклонники Ковалева, конечно, сразу начали поносить, что Уорд, ты трус, признай, что ты проиграл и единый реванш. Ну, господа, успокойтесь. Никто никого не боится, особенно на таком уровне. Уорд же уже согласился на первый бой, как он сам отмечал. Просто, я так понимаю, что он решил хотя бы таким способом подогреть интерес ко второму поединку. Как отреагировал на все это Сергей Ковалев? Ну, сначала, ну, относительно неплохой вариант. Игра слов, то есть прозвище Уорда SOG, то есть Son of the God, Сын Божий. И Ковалев начал его потроллить из разряда Сын Судей, Son of the Judge. Ну, ладно, это нормальная тема. А потом, ну, Ковалев все-таки вспомнил свое челябинское прошлое. На самом деле, большой материал у меня был по этому поводу, не собираюсь никого судить, потому что после подобных моих оценок грязь льется уже в мой адрес. Ковалев сделал большое заявление в свой официальный твиттер, мол, идите все нах, кто меня критикует, кто меня не поддерживает. Я играю свою игру и всего лишь пытаюсь троллить Уорда, чтобы у него взыграло самолюбие. Грубовато. В этом плане Ковалева не понимаю, не поддерживаю, но дело его. В общем, на мой взгляд, реваншу быть, потому что юридически он должен быть. Ковалев, безусловно, стремится к этому реваншу. Орд, даже если он с финансовой точки зрения к реваншу стремится, будет не особо. Но с точки зрения того, чтобы не навредить своему статусу, не навредить своему положению и мнению болельщиков о нем, он на реванш, безусловно, пойдет. А если он на реванш не пойдет, это нанесет ему, во-первых, он титулы, я думаю, потеряет. Может быть, не все, но часть из них. Он потеряет свой статус. И, ну, в общем, это ему навредит непоправимо. Поэтому, я думаю, так или иначе на реваншу также настраивается. То есть, просто сейчас мы видим то, что современный бокс – это все-таки бизнес. И с точки зрения бизнеса в организации реванша все не так просто. Поэтому давайте немножко потерпим. Не будем никого обвинять, не будем поносить уорда. Да, его победа была после первого поединка не такая однозначная. Но он себя ведет, на самом деле, весьма достойно. И вспомните, у Майвезера, у Али, у Пакьяо были не такие уж однозначные победы в течение их карьеры. Кто из них прямо заявлял, что «Судьи подарили мне победу, да, я проиграл». Да никто. Все с той или иной степенью убежденности и наглости заявляют, что «Да, я победил, я заслужил эту победу». Уорд в этом плане далеко не самый плохой пример. И ведет себя весьма достойно, говоря, что он после нокдауна поднялся, продолжил играть свою игру и заслужил эту победу. В его глазах, я думаю, это действительно так. Поэтому давайте дождемся реванша. Это ожидаемый реванш, будет хороший реванш. И я надеюсь, что мы, безусловно, его увидим. И там получим ответы на все наши сомнения и вопросы. Делитесь своим мнением по поводу данной темы, по поводу реванша, по поводу первого боя. Я думаю, многие успокоились и смогут отметить какие-то новые вещи. Ставьте лайки, если вы со мной согласны. Комментируйте, если не согласны. Подписывайтесь, потому что в рамках блога будет, как всегда, много всего интересного. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok